доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и что-то последнее время я все чаще и чаще обращаюсь к этой теме а именно к теме олигофрении ну или по меньшей мере сниженной норме интеллекта сейчас на ваших экранах вы можете видеть методику пиктограммы эта методика была выполнена девушкой 22 лет и нельзя сказать что у нее что она больна олигофренией она не больна олигофренией но одновременно с этим с уверенностью можно сказать что присутствует некая запущенность сниженная норма интеллекта вот так вот если брать в кавычки этот термин сниженная норма интеллекта в общей сложности давайте посмотрим здесь 7 конкретно ситуационных ассоциаций 6 атрибутивных 3 австрактно метафорических ассоциаций и ноль выхолощенных по шизофреническому типу если мы с вами посмотрим и мои подписчики знают эту таблицу неоднократно я ее демонстрировал то речь идет об олигофрении вот здесь вот можно наглядно увидеть это сниженный уровень обобщения это условно говоря норма понятивное мышление здесь наглядно действенная но совсем бицилов такое наблюдается сниженная сниженный уровень обобщения здесь вот такая размытая границы между нормой патологии самое сложное и самое интересное в диагностировании вот этой самой границы все-таки определиться что у человека или это все-таки врожденный врожденное заболевание олигофрения или же это все-таки может быть органическое заболевание приобретенное связано с нарушением дальнейшем жизненным в жизни уровня обобщения ну и так далее здесь мы с вами видим высокую норму абстрактно метафорический уровень обобщения ассоциативных связей и здесь соответственно выхолощенная по шизофреническому типу эта таблица у нас в свободном доступе на сайте находится можете ее скачать посмотреть познакомиться здесь рубриканта из мкб 10 а в 73 и 72 и 71 и 70 и так далее вот это самая граница размытости нормы и патологии но не об этом я бы хотел поговорить это так то есть понятно что от методика с помощью которой можно диагностировать легко и просто тот или иной уровень обобщения ну и соответственно теоретическая таблица четко вырисовывающее состояние вещей но не об этом я хотел бы поговорить на данный момент а вот о методике дембо рубинштейна методика направлен на оценку критики это самое страшное на мой взгляд вот эта основная картинка то есть чем человек мало интеллектуален чем более выражена у него умственная отсталость или пограничная какая-то норма интеллекта тем у него страдает больше критика чем выражен интеллектуальный дефект дефект обобщения мышления как ни странно в личности это отображается только одним сниженным уровнем критики вот здесь вот это же самая девушка 22 лет что вы видели в предыдущем слайде выполнение методики пиктограммы и соответственно обратите внимание недостаточная критика то есть ума у выше среднего здоровье у него примерно на среднем уровне характер тоже где-то на среднем уровне ну и соответственно счастье полные штаны соответственно самое страшное в этой картинке этот шкала ума чем выше показатели по каждый шкал обобщенные показатели по отдельному каким-то критериям тем менее человек критичен к тому что у него существуют проблемы очень трудно диагностировать такие моменты но вот методика помогает это делать то есть дополнять патопсихологические методики пиктограмму классификацию исключение предметов и так далее так далее так далее все патопсихологические методики самое главное личностное нарушение еще раз повторюсь это недостаток критики человек не понимает того что у него проблемы в интеллектуальной сфере он общительный может быть улыбчив вполне на первый взгляд не специалиста адаптирован весел умен даже не может покасаться он знает анекдоты какие-то плоские шутки ведет обычный непринужденный какой-то разговор но в конечном итоге переубедить его в чем-то более менее значимым важным невозможно он не понимает что он не понимает элементарных каких-то вещей и это не в силу каких-то даже недостатка знания на то есть а вот именно своего ограниченного развития то есть интеллектуального не сформировались у него значит мозговые структуры отвечающие за проведение операции синтеза анализа синтеза сравнения обобщения и тем более абстрагирования самый яркий пример я уже приводил его в своем видео когда действительно человек не достанет которому недоступно абстрагирование он тем не менее получает права на вождение автомобиля вождение автомобиля это непосредственно участие всех этих мыслительных операций и как главное следствие это обобщение и абстрагирование способность мыслить метафорами мыслить абстрактно но самое страшное в личностной сфере третий раз наконец повторюсь прошу меня простить это недостаток критики эти люди самые умные самые здоровые самые значит с хорошим характером счастья а на практике они демонстрируют крайне противоположные характеристики недостаток знаний ума общей понятливости и практической осведомленности если и осведомлены то в какой-нибудь очень узкой сфере ну предположим если такому человеку удалось получить права да то есть это он он может проехать перекресток только одним способом вторым способом попадая в какую-то сложную более сложную ситуацию он уже затрудняется это сделать попадает в дтп во всех остальных сферах человеческого общества общения как угодно это можно назвать он показывает крайне низкие результаты неосведомленность глупость примитивность рассуждений суждений обобщенные понятия абстракции ему недоступны и в этом смысле они эти люди несчастные они сами это понимают в конечном итоге что что-то мне не везет в этой жизни одна проблема за другой следует этим эти преследуют этих людей также соответственно сниженная критика присутствует у органиков то есть людей приобретших умственный дефект в процессе жизнедеятельности ну грубо говоря кирпич на них упал и соответственно происходит ослабоумливание то же самое значит это эпилепсия есть приобретенное заболевание бывает оно утягощено наследственностью непосредственно ну и соответственно в дальнейшем в жизнедеятельности это тоже сказывается то есть так называемое эпилептическое слабоумие человек может даже обладать определенной суммой знаний определенным набором знаний очень пускай даже пускай очень ограниченным узкоспециализированным каким-то да выглядят и общаются они как казалось бы обычные нормальные люди но специалисту сразу видно их неполноценность их неполноценность даже не в наборе сумме знаний бог с ней не так это страшно страшно то что эти люди недостаточно с критикой относятся к тому что что они из себя представляют они не понимают что они недостаточно умны у них недостаток здоровья недостаток социальных каких-то норм и правил поведения это самое страшное то есть вроде бы не глупый человек не совсем сказать что глупый бывает и похуже но тем не менее вот переходит он ту серединную грань нормы патологии подчас сказать очень трудно без специального исследования но с опытом у любого медицинского клинического психолога психиатра у них присутствует это чувство или запах на то есть обоняние запах вот этого недостаточные вот этой недостаточности умственной интеллектуальной то есть я хочу сказать что для меня для как для большинства у обычных наверное людей вот это чувство неполноценности собеседника вдруг неожиданно с кем-либо сталкиваясь ты вдруг понимаешь что он рассуждает примитивно поверхностно облегченно без должной мере критики не понимая многих элементарных вещей делая неверное значит выводы силогизмы строя неправильно и так далее это самое страшное то есть не сам факт интеллектуального снижения страшен как таковой страшны те последствия которые это вызывает в обществе это видео по все будет но по всей видимости будет названа олигофрения и общество я так предполагаю и как раз вот об этом я и хотел бы поговорить и сказать об этом то есть не интеллект как таковой страшен страшно непонимание людей друг друг друга на то есть самую самих себя что они больны то есть отсутствие критики адекватного отношения к своему состоянию своему состоянию психического здоровья состояния этого человека в обществе в общении в решении каких-то жизненных задач такие люди конечно несчастливы очень часто несчастливы люди окружающие этих людей родственники близкие и так далее об этом можно долго говорить и вот эта основная картинка то есть рубинштейна эдембо рубинштейна критика в этой девочки недостаточно недостаточно и к сожалению это вызывает у меня большое разочарование в том что такие люди их много они не умны по меньшей мере на то есть и в этом не ум в этой неумности даже не сам фактор знаний каких-то количество прочитанных книг или еще там чего-то сам факт того что они не понимают что они недостаточно осознают себя кто они эта девушка не понимает себя до конца она и не глупа и в то же время недостаточно здорово в этом плане критики критика в данном случае выступает как мерило всего и вся как некий условно говоря тест на то что человек думает о себе что он понимает о себе и об окружающей его действительности критика по определению это есть то есть адекватность восприятия себя прежде всего понимание себя и как следствие понимание окружающей действительности в адекватном плане на этом все благодарю за внимание и удачи вам